Добрый день, меня зовут Елена Гребенек, я руководитель направления внешних коммуникаций бренда OSQ Group. Сегодня мы поговорим о трендах в упаковке, немного для вендинговых аппаратов, немного расскажу о нас, пару слов и уже перейдем к основной теме. Мы российский производитель OSQ Group, мы более 12 лет на рынке, на сегодняшний день у нас две производственные площадки. Основной производство у нас в Московской области, это город Видное, и в этом году мы открыли вторую большую производственную площадку в городе Калининград. Это обусловлено выходом к европейским рынкам, так как мы поставляем нашу упаковку более чем в 55 странах мира. Средний годовой рост у нас составляет около 30%, у нас большая дистрибьюторская сеть по всей России, плюс есть 5 основных наших филиалов бренда OSQ, северо-западный, южно-привожский, уральский федеральный округа. У нас более 10 тысяч партнеров по всему миру, и вот на сегодняшний день вот такая красивая цифра. У нас произведено более 50 миллиардов упаковки, и эти цифры с каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой увеличиваются. Да, тоже хочу заметить, что мы производим полный ассортимент упаковки для пищевых продуктов, имейте хорико, ритейл, производство. Давайте перейдем к основной теме, а потом поговорим конкретно об упаковках, их видов. Для горячих блюд, для колодных, универсальный, пастфуд, для суши, лапши, японской, китайской кухни, для сэндвичей, для роллов, плюс стаканчики, одноразовые пакеты и тарелки, то есть полный ассортимент. Итак, тема наша – тренды современной упаковки для веннинговых аппаратов. Я выделила, наверное, 5 основных. В этом году они достаточно ярко выражены в связи с пандемией. Да, хочется заметить, кстати, да, на тему вот в связи с пандемией. Это последние два года, вот это 2000-2001 года, у россиян сформировалась и продолжает формироваться культура доставки еды и готовой еды с собой. Если это обусловлено пандемией, то есть если раньше были популярны автоматы с чипцами, с газированными напитками, то на смену приходят сейчас холодильники, ланильного аппарата уже с полезной, вкусной, готовой едой. Ну, во-первых, чем это обусловлено? Да, если обратиться к статистикам и аналитикам, жители России стали больше тратить денег на питание. Это прослеживается вот как раз последние два года. Последние исследования РИА Новости, этому подтверждение, было опрошено респонденты в России, и около 70% сказали, что на питание они тратят более 50% своего дохода. Плюс еще пандемия сместила свои акценты в сторону полезной, здоровой еды. Люди стали внимательнее относиться к своему здоровью. Тоже подтверждают данные, статистика и аналитика, например, готовые рационы, полезные, вкусные еды. Рынок этих рационов увеличился за последний год более чем на 50%, и он продолжает расти. Плюс еще пандемия, после пандемии остался еще страх заразиться в общественных местах. Люди продолжают покупать готовые рационы в автоматах, в эминговых автоматах, плюс заказывают там еду с собой. К этому еще нужно прибавить значительную экономию времени, то есть здоровая еда сразу на рабочем месте или взять по пути с собой домой. Поэтому в этом году основной акцент и популярность такая сместилась именно на такой селф-киоск, смарт-хладей, как называют по-разному. В любом случае это полка с готовой едой, рядом автомат для оплаты. Это достаточно популярные сейчас автоматы. Мы сейчас сами работаем в торговых центрах, и на каждом этаже у нас стоят такие автоматы, и буквально там полки пустеют за несколько часов, потому что все привыкли уже в связи с пандемией, в связи с локдаунами общественных мест, перекусами на ходу. Я думаю, что этот тренд долгосрочный, и в будущем году рынок таких вендинговых аппаратов продолжится. Итак, ну, к первому тренду, так называемую, я ее назвала как правильная упаковка. Поговорим сначала, наверное, о визуализации. Как сделать привлекательную полку в леннинговом аппарате? Ну, во-первых, тренды. Забываем о блестящей упаковке, как мы привыкли видеть чипсы, и уже это не выглядит так полезно и вкусно, минимизируем, добавляем экологичность, некую унификацию. Вот я привела пример фотографии. То есть делаем акцент на содержание. Такие полки смотрятся как ритейл-полка в ресторане, даже если они будут стоять где-то в торговых центрах или в бизнес-центрах. Уже это не выглядит как какая-то еда из отдела кулинарии супермаркета. Это выглядит как полноценное блюдо из ресторана. Вот такая универсальность, унификация. Плюс еще смотрим в сторону крафта, картона, отказ от пластиков, в сторону экологичных альтернатив. Это придает еще дополнительную стоимость к вашему блюду. И желанием не пройти мимо такой полки по пути в кафе, а открыть ее и взять тот или иной там салат горячее-холодное блюдо. Я привела несколько примеров в такой упаковке. Наверное, самая популярная упаковка на сегодняшний день – это упаковка «Опселок». Она максимально универсальная. Она подходит и для холодных, и для горячих блюд. Она не требует сборки. У нее панорамная крышка, которая очень плотно закрывается. Она прекрасно транспортируется. То есть готовые блюда доезжают до… там с курьерами, с доставкой доезжают до аппаратов без проблем. Внутреннее покрытие жировлагоустойчивое. Плюс еще возможен какой-то дизайн, но я поговорю об этом позже. Пока вот такая универсальная классическая модель, которая максимально популярна, и при этом полностью в такой упаковке содержания. Салат или горячие какие-то блюда, завтраки, обеды, какие-то перекусы. Еще привела пример такой упаковки с панорамным окном. Такая упаковка поставляется в плоском виде. То есть это совсем занимает немного места и при транспортировке, и при хранении, то есть при заказе. Она очень легко собирается. То есть если надо очень быстро пополнить полку в эндингом аппарате, то есть в три буквально касания открывается полка, закладывается блюдо и отправляется уже на локацию. Тоже имеет большое панорамное окно, прекрасно презентуется внутреннее блюдо. Плюс еще Opsell и Tabax Pro – большая широкая лепь, размерные варианты. То есть можно как-то миксовать с граммами и с блюдами. Второй тренд вытекает опять-таки из сложившейся ситуации за последние два года. Тоже пандемия на это повлияла. Качество и, главное, безопасность. Я привела тоже на фотографии несколько автоматов в эндинговых с нашей упаковкой. Вот видно сэндвичи. Видна тоже, кстати, вот унификация. Стоят супники с панорамным окном. Opsell, о чем я говорила. Сэндвичи. Правее. Нудлсы для лапши. Ну, во-первых, да, если говорить о качестве, да, упаковка должна очень плотно закрываться крышкой, быть надежной, внутреннее покрытие, жировлагостойкое, удерживать полностью все соуса. Если говорить о супниках, то, понятно, делать жидкие продукты. Плюс еще, как я говорила ранее, о визуализации, что достаточно тоже важно, чтобы правильная упаковка способна представить блюда как на тарелке, то есть как авторскую кухню на тарелке в ресторане. Это достаточно важно, когда ваш потенциальный клиент спускает вниз, направляясь в какое-то кафе в бизнес-центре, то вот такая презентация продукта, она способна заинтересовать и показать, что это блюдо доставлено из ресторана, оно выглядит презентабельно, его легко можно взять и посмотреть под панорамной крышкой, что и там. Плюс еще жесткая форма, она легко держится в руке, эта упаковка, и комфорт там для переноски, например, на рабочее место. Плюс еще, что очень важно, такая упаковка подходит для микроволновой печи. Плюс заменяет тарелку, то есть не надо никуда перекладывать, как, например, из пластиковых контейнеров что-то греть, полностью готовое блюдо, готовое к употреблению вот в такой упаковке, как на тарелке в ресторане. Привела несколько тоже примеров, особенно кто сотрудничает с кулинарией, заказывает разные десерты, то вот такая упаковка, она представлена в двух вариациях, в нескольких размерах, с двумя крышками, это плоская жесткая крышка и прозрачная купольная крышка, как раз вот для высоких десертов. Размеры от 300 до 900 миллилитров, тоже абсолютно большая широкая линейка, можно выбрать под свое какое-то блюдо. Она достаточно жесткая, держит форму, это как раз для мягких каких-то блюд. Если вы хотите, чтобы это блюдо было презентабельно, выглядело у вас на полке в этим аппарате, то вот такие варианты, они максимально популярны. Плюс еще очень плотно закрывается крышка с характерным звуком, что прекрасно держит форму и позволяет блюду доехать или транспортироваться, например, из ванильного аппарата, домой или на рабочее место, без проблем, вот такой непомятый десерт, ну или не десерт, или какое-то другое мягкое блюдо. Да, вот вариант, я тоже говорила о супниках, вот такие классические стаканчики, тоже подходят для микроволновой печи, всегда можно погреть, не надо ничего переливать, из каких-то пластиковых стаканчиков, все достаточно безопасно, есть две крышки, как я уже говорила, прозрачная крышка, где видно содержимого супа, и вот такая крафтовая крышка в двух цветовых гаммах, они представлены у нас. Тоже насчет десертов, разные у нас упаковки, вот еще одну из самых популярных тоже упаковок, это как раз для маленьких десертов, их можно взять там из ванильного аппарата, и пойти там в соседний кабинет попить чаю, обычно вот их берут для нескольких каких-то красивых десертов, может быть для каких-то снеков, но чаще это вот именно пирожные, потому что упаковка достаточно высокая, с панорамным окном, что выгодно демонстрирует продукт внутри. То есть такое, знаете, получается, как подарочный наборчик. Если вы сотрудничаете постоянно там с кондитеркой, у вас есть хорошая кондитерка, на полке у вас в ванильном аппарате всегда представлены десерты, они там популярны в том или ином месте, особенно вот это, как показывает практика, популярны в бизнес-центре, потому что там после обеда таких пирожных уже у нас не бывает, например, то вот я бы посоветовала именно такую упаковку присмотреть. Перейдем к третьему пункту. Я бы назвала как стори-тейлинг. О чем я? Помимо брендирования в вендинговых аппаратах, как это популярно сейчас, не просто расписать какую-то механику, как оплачивать и как покупать процесс, но еще достаточно модный, важный, нужно рассказывать о себе. Но помимо как раз брендирования вендинговых аппарата достаточно важно обратить внимание и на брендинг самой упаковки. Я не призываю печатать какие-то большие киражи упаковки и делать какой-то супердизайн. Достаточно, может быть, на первом этапе будет, например, каких-то наклеек. Я покажу дальше, следующим слайдом, как это делают наши партнеры, не тратя большой бюджет. Я понимаю, что для вендинга это достаточно большой бюджет, заниматься дизайном упаковки, как могут себе позволить, там те же хореченьки. Но обязательно информировать, доносить свою ценность бренда до конечного потребителя, чтобы это сохранялось на упаковке, пока, например, он уедет там и в лифте на свой этаж. И пока это упаковка, из той упаковки, из которой он ест, там рядом со своими коллегами. Информация может быть абсолютно разная. Как, например, это делает сеть Милти, они рассказывают о своем шеф-поваре, который приготовил то или иное блюдо, той или иной кухни. Кто-то рассказывает о каких-то, может быть, фермерских сезонных продуктах, что это блюдо, там в этом блюде находятся те ингредиенты, которые выречены там специально для вас. Может быть, рассказать что-то о вашем бренде, о вашей истории. Вы там давно на рынке, это абсолютно, может быть, разная информация, но люди читают, да, опять-таки, если обратиться к статистике, к аналитике, вот эксперты Роскачества провели опрос, и люди говорят о том, что, ну, вот на процентов, более 50% увеличилось там с прошлыми годами, что люди стали обращать внимание на упаковку и стали читать, да. Это не просто они читают дату, например, смотры, да, читают его состав и читают информацию, которая на им есть. И этот отличный такой инструмент донести важную и нужную информацию о вас, чтобы к вам вернулись, получить какой-то фидбэк вот посредством информирования о вас. Вот как раз, да, несколько примеров. Вот так брендируют сэндвич, но это полный дизайн упаковки, подпечать. Мы там дальше поговорим как раз о наклейках, как делают их нашим партнером. Привела пример тоже самых популярных упаковок. Это сэндвичи от одного до трех разных размеров. Тоже прозрачное окно, очень легко открывается и закрывается, то есть можно достать один сэндвич и опять закрыть. Упаковка не мнется, прекрасно транспортируется и поставляется в сложенном виде, что тоже очень важно. Да, вот как раз тут я привела пример от наших партнеров. В данном случае это упаковка нудлц, она популярна для ризотто, для пасты. И вот как раз тут яркие, такое яркое решение, во-первых, тут дизайн фотографии и информация. Вот важно рассказать о себе, вот даже посредством какой-то наклейки. Мы все равно уклейте какой-то информации, стандарт изготовления. Это может быть какая-то монохромная, может быть, там цветокрафта под упаковку, может быть, вот такая яркая, как тут представленное решение. Обязательно информируйте, рассказывайте о себе. Упаковка нудлц, ну, тоже достаточно популярна. Я думаю, что многие ее знают. У нас она представлена тоже в нескольких размерах, достаточно проста, вот о чем я говорила, что очень легко помещается в руке. Для бендинговых аппаратов она очень популярна, потому что это вот вариант take-away. То есть взять и пойти там на улицу гулять, держа просто одной рукой эту упаковку, а во второй, например, там приборы или палочки. Плюс в том, что лепестки защелкиваются по бокам, и то есть она полностью раскрывается, и спокойно вот ее можно использовать для путешествий, для прогулки. Это тоже достаточно важно, особенно в бизнес-центрах, или там дороги домой, торгового центра, какие-то перекусы, очень практичное решение. Тоже еще вариант упаковки для роллов, тоже вот такой брендинг, брендинг, виден на клинике вот сверху. Тут просто информирование, с чем ролл, ну, а на обратной стороне, скорее всего, какой-то, может быть, стори-тейлинг о компании, чем она занимается, почему именно вот ваши роллы, ваш потенциальный клиент должен покупать. Да, обязательно говорите об этом, рассказывайте о себе, чем больше у вас какие-то комметенции, рассказывайте, не бойтесь, рассказывайте об этом, не бойтесь. Какие-то социальные у вас, экологические программы, сейчас тоже это очень трендово, важно. Сколько лет вы на рынке, об этом обязательно нужно и важно говорить, как потенциальный потребитель, мы все читаем. Четвертый пункт тоже появился, наверное, не так давно в России, в Европе, это достаточно решение уже, наверное, лет пять, об этом говорят, принимаются законы, у нас, наверное, только в последний год говорят, обсуждают закон об отказе от пластиковой посуды в сторону, более экологических альтернатив, и вот этот год, он такой, наверное, один из решающих, потому что говорят об этом уже громко, и даже уже разрабатывается этот закон об экологичной упаковке. Да, чем это все обусловлено? Ну, у нас появился, да, большой национальный проект «Экология в стране», он каждый год пролонгируется, то есть это вот, наверное, будет какая-то большая, большой там, пул из десяти лет с разными программами, все это будет большой такой проект «Экология». Да, еще самое важное, что вырос уровень экологичной грамотности населения, то есть люди обсуждают, у нас потребительская аудитория России стала экологически ориентированной, чего стоят только зеленые блогеры. Плюс еще, да, вот о чем я сказала, это подготовка законопроекта о подказе от пластиковой посуды в пользу каких-то альтернатив, вот таких крафтовых, например, контейнер. Плюс у нас проводится в стране постоянные конференции, одна из них «Чистая страна» в Сколково, где открыто говорят, что пора перейти от пластика на упаковку, которая полностью биоразлагается. Да, немножко так забегая вперед, мы как крупнейшие в России производители, мы тоже социально ориентированы, мы тоже экологично настроены и понимаем, что упаковка должна быть полностью биоразлагаемой, если говорить об экологии. то есть не требовать дополнительной переработки, как это происходит с пластиком, а попадая, например, не попадая, например, на сортировку, а попадая в хампостные какие-то ямы, может, там на улице, в моря, в землю, она должна полностью биоразлагаться. В следующем году, в 22-м году, мы планируем представить новый бренд, новый бренд, который называется «О2». Мы вот так называем как новый герой времени, он экологичный, свободный и заметный. Новаторство, лидерство, подлинность, стремление улучшить мир. Об этом мы будем говорить в следующем году, это будет большая пресс-конференция, пока мы говорим о том, что реально, реально производить эту упаковку, чтобы она не была намного выше в цене, чем, например, просто картонная упаковка с ламинацией, с пластиковым внутренней ламинацией. Мы к этому идем на протяжении нескольких лет, у нас большой полу специалистов, исследовательская база, наш опыт, эмпирический опыт, и мы вот как раз в следующем году планируем запустить вот такой эко-бренд. Я не буду рассказывать всю эту схему, обязательно в презентации можно будет ознакомиться, но в дальнейшем это будет отдельная совсем история, посвященная этому бренду. Расскажу немножко, что это будет за упаковка. Это чистая органика, в том числе и внутреннее покрытие, которое жировлагоустойчиво, то есть это будут те же функции, что и упаковки эко-френдли, которая с ламинацией, с пластиковой ламинацией, но у нас ламинация будет на основе целлюлоза. То есть проведя исследование, мы получили большое количество сертификаторов, сейчас это европейские сертификаты, это швейцарская лаборатория, СДЖС, немецкий сертификат, один у нас подтверждающий полно компостирование упаковки на основе целлюлоза, то есть сверху это остается первичный картон, а внутреннее покрытие на основе целлюлоза, которое полностью биоразлагается, то есть не требует какой-то дополнительной переработки, что очень важно, потому что как показывает практика, как показывает статистика и аналитика, около 10% вообще упаковки попадает на переработку. Ну, не буду долго рассказывать об О2, о новом бренде, я думаю, что в следующем году мы анонсируем его достаточно широко в России. Да, вот я привела буквально несколько примеров. Упаковка, например, это силпак, популярна у нас упаковка среди ритейла, она идет под запайку, то есть это с термозапаиваемой пленкой, позволяет хранить намного дольше продукты, если кто-то в вендинговых аппаратах пользуется, то вот это отличное решение, вот как раз она, например, как пример с внутренней биоламинат, то есть упаковка, сверху снимается пленка, пленка на переработку, вся оставшаяся упаковка полностью биоразлагается, компостируется, например, можно даже дома зарыть упаковку в горшок и посмотреть, что с ней будет происходить в течение, например, 180 дней примерно. Тоже такая же история из упаковки багет, но на самом деле у нас будет широкая линейка этой упаковки, пока это просто примеры, мы пока готовимся. Перейдем, наверное, к тоже такой пункту достаточно важному, но не всегда очевидному. Назвала я его синергием, расскажу, что я подразумеваю под ним. сейчас достаточно популярна мода, например, среди блогеров, мы знаем разные коллаборации, но бизнес, например, не так часто, особенно там вендинговые аппараты, что это их и не касается, но достаточно важно, это сильный инструмент как раз вот такие кросс-маркетинг, партнерство, коллаборации, это могут быть коллаборации, например, с поставщиком, если вы сотрудничаете с каким-то кафе, ресторанами, с хоречниками, почему бы вам не сказать, что в вашем вендинговом параде представлена, например, та или иная продукция этого популярного места, о чем я говорила, как это делают в Милте, они коллаборируются с шеф-поварами, то есть на упаковке фотографии того или иного шеф-повара, который приготовил специально это блюдо для вашего потенциального клиента, да, это могут быть, о чем я говорила, тоже какие-то социальные, экологичные проекты объединяться, творить добро, да, если это не говоря о бизнесе, да, это может быть какая-то социальная активность и тоже о себе можно об этом рассказать, да, ну вот, с чем мы сейчас занимаемся онлайн-трансляцией, прямые эфиры, то комьюнити, которые вам интересно объединяться, создавать какой-то качественный, действительно качественный продукт, который будет интересен, такой честный, трушный, сейчас модно говорить, для вашего конечного потребителя, какие-то общие форумы, презентации, взаимное, плодотворное сотрудничество с вашими партнерами, с поставщиками, не только, например, там, блюд с поставщиками тех же аппаратов, с поставщиками той же упаковки, вот как раз один из таких, я приведу пример, наш, один из больших проектов, второе, что мы такие социально активные ребята, мы принимаем участие во всех экологических программах города, страны, участвуем в каких-то благотворительных забегах, всевозможных мероприятиях, направленных, например, на экологическое образование, и вот один из таких больших проектов у нас намечается весной, ближайшей весной, 22-го года, мы планируем посадить более одного гектара деревьев с нашими партнерами, у нас большой партнер, там, корики, в ритейле, по всей стране, может быть, даже привлечем наших партнеров из-за рубежа, поговорим о разных направлениях, и о сортировке мусора, и как вести экологичный быт, привлечем и блогеров, привлечем и представителей РЭО, привлечем молодежь, школы, все некоммерческие организации, которые заинтересованы, вот большой такой социально-экологичный проект, и мы, как-то говоря, приглашаем наших партнеров, будущих партнеров тоже прийти посадить дерево, такой проект социальный, мы говорим, что там никакого бизнеса, но при этом это будет отличная площадка пообщаться, обрести новые знакомства, новые знакомые, новых поставщиков, новых, новую публику и вот в такой неформальной обстановке и действительно сделать какую-то важную, нужную социальную активность для города. Так, да, хочется сказать, ну, большинство, наверное, партнеров нас знают, мы давно на рынке, более 12 лет, повторюсь, но при этом вот я каждый раз не забываю повторить, что у нас есть некий тест-драйв упаковки, мы направляем коробку с образцами, все можно посмотреть, попробовать, протестировать для своих блюд разные размеры, плюс еще мы делаем упаковку на заказ, если вы, например, в вендинговых аппаратах поставляете какой-то, может быть, эксклюзивную какую-то продукцию, это, кстати, не обязательно может быть съедобное что-то, это может быть там, ноу-фунд, но при этом вам нужна какая-то упаковка специальных размеров, мы это делаем без проблем, разрабатываем индивидуальный стиль, индивидуальные размеры, в принципе, под потребности наших партнеров, у нас много есть вариаций уже для наших партнеров, которые мы сделали, ну, в основном это хорик, но при этом готовый дизайн какой-то интересный сделать, в общем, все это обсуждаемо. Да, оставлю свои контакты, QR-код, где есть не только моя почта, но и номер телефона, мои данные, можно написать мне, если сейчас какие-то возникли вопросы, и в чат, и написать на почту, с удовольствием отвечу, или там в каких вопросах некомпетентах подключу своих коллег, если возникли такие вопросы, и спасибо, что послушали, было приятно находиться на вашем форуме. Спасибо.